Какие названия пород и ошибок? В прошлом, давно, у вас были на русском хорошие книги, где были написаны эти названия. Анатомические породы и так. Мне очень нравится, что многие из вас используют такие слова, как фландер, как что-то там, грозь чинчила и такое. Нет, грозь это на немецком большой. Я вас прошу, никаких фландеров нет, они все белгийские, великаны и разные. Используйте свой язык и на выставках, и между собой. И это, по-моему, в каждом народе так нужно делать. Я начну от нуля практически. Выставочные кролики нужно идентифицировать, кто он. Он не знает сказать свою фамилию, имя, ничего. На это служит клеймо. У кролика есть двое ушей, так как он против вам стоит, как у вас, это левое, это правое. Есть много систем, как обозначить этого кролика. Самая такая чудесная используется в Великобритании. Они металлические кольца поставят в возрасте около 4-5 месяцев кролику, но часто он его потратит. Это нехорошая система. Я боялся, что там будут какие-нибудь травмы или что-то нет. У меня есть из Великобритании несколько кроликов, это нехорошая система. Вторая плохая система есть в Швейцарии. Они официально не клеймят. Кто хочет, может наклеймить клейматором в одно ухо. Например, месяц рождения, год рождения и какой-нибудь там номер его там хозяйства. Но когда кролик придет первый раз на выставку, ему поставляют в ухо маленькую металлическую марку с такой иголкой. И на ней есть 6 букв, которые для нас непонятны. Это тоже может оторваться на клетке там. Это тоже нехорошая система. Лучше кролика клеймить. Есть партии зеленых в Западной Европе, которые любят разных животных, более чем людей. Они говорят, он терпит. Нет, это. Если человек это умно сделает, это все 2 минуты и на всю жизнь хорошая идентификация этого кролика. Кролики разного, разно большие. Мы используем в Европе клейматор с двумя возможностями. Есть 5 миллиметров эти буквы или номера и 7. Других не нужно. В Европе есть такое правило, чтобы точно все знали или подтверждено было, что этот кролик из этого гнезда, вот этих родителей, за эту, не знаю, сказать, эту вещь, этого хозяина, хорошо клеймить кроликов в возрасте с 6 до 7 недель, когда они еще под матерью. Это точно они, только у карликовых кроликов это невозможно. У них такие короткие, уши ко мне поставить, и там клеймень позже. Есть несколько типов клейматоров, что очень важно сделать. У каждого хотелось бы иметь свой, потому что там при этой работе течет кровь, и через этот клейматор можно перенести болезни разные. Там лучше, если не ходит никто с хозяйства до хозяйства, с клейматором чужим, потому что эта кровь там течет. Перед клеймом есть, это делать нужно на склеском. Лучше, если вы на стул поставите стекло. Он не может там себе, там ему склеску, он ничего себе не сделает. Хорошо, если человек, один человек держит этого кролика. Если есть два клейматора, одно положите буквы левого уха, второе положите буквы правого уха, сразу это сделаем. Перед этим сделаем дезинфекцию ушей, чтобы там такое масло, или как назвать, это такой грязь, чтобы там не было. Мы сделаем это с клейматором и с краской закрасим. Мы лучше всего использовать краску, которую архитекты, знаете, кто архитекты, использовали в прошлом, черную, черную жидкую тушь. По-нашему тоже тушь. А сделать так, чтобы вся эта краска прошла снутра на другую сторону. Если там ей достаточно остается. Очень важно, что у кроликов в этих ушах две главные вены. А между ними достаточно места положить их сюда, эти номера. Если вы с иголкой нарушите эту вену, кровь эту краску вымет. Потому что я это делаю против какого-нибудь там, солнечку, свету, и эти вены хорошо видно. Про это я сказал. Все. Система клемения. Я уже несколько лет говорю, что в России нужно завести одну систему клемения. Наша чешская, венгерская, часть венгерских и в некоторых других странах используют, по-моему, самую лучшую систему. Там, в левом уху, вначале, есть марка страны. По-вашему, РУ. Потом, букву месяца рождения. В этом году, в феврале, родил кроликса. И последнюю букву года. В правом уху у нас и в этих странах есть несколько систем. Самая основная система, это по регионам. В регионе есть человек, мы его называем регистратор. У него есть племенные книги по породам, по окрасам. И кто заводчик, он распишет, мы называем это, не племенная книга, это доклад о вязке, так можно назвать его. Там он напишет родителям, себя, когда вязалась самка, сколько родилось этого молодняка, который он хочет регистрировать. И пришлет это человеку, который клемит, или хозяину, а там поставит. Эти регионы имеют свои номера. В Словакии есть 78 районов. По районам у нас есть такая система. Вищая система. Там, в этой племенной книге, каждая порода имеет свою племенную книгу. И если в породе несколько окрасов, там по окрасам тоже клеймим самостоятельно. Там, скажу, регион Тренчин у нас есть 16. Первого кролика в этом году, в этой породе, в этом регионе, ему принадлежит номер один. И так постепенно. Высшая система есть разведения в специализированных клубах. В специализированных клубах они соединяют или одну породу, или несколько близких себе пород. Там есть центральный словацкий регистратор клуба. Ему тоже хозяин пришлет эти документы о вязке и наоборот получит номер. Там разница в том, что в этом уху там не номер и буква «С». Это специализированный клуб. В некоторых клубах, в многих клубах, они делают регистрацию по линиям. Есть хороший самец, основатель линии и все потомство, дочки и сыновья, и внуки, как фамилия. Можно назвать номером линии, можно назвать как фамилия. Скажу, есть линия 31. И первый кролик из этой линии получает номер 01. И так постепенно. Это есть. Есть, как можно сказать, административно самая высокая система регистрации в Словакии. В прошлом мы называли их племенные хозяйства. Они не государственные. Они так личные называются. Когда один личный. Били две степени. Сейчас мы их соединим в одну. Там не используется буква «С», а буква «К». Контролированное разведение. Это наши системы. Что здесь хорошо в этих системах? Кроме хозяина и регистратора, никто не знает, кого этот кролик. В Германии и в Австрии есть очень плохая система. Там в левом ухе есть первая буква «Месяц», вторая буква «Год». И буква эта, которая присуждает этому кролику, этот регистратор, начинается с одинки. А плохо то, что в правом уху есть буква. Вы знаете, эти две страны, они федерации. И Байерн, Бавария по-вашему, это Южная Германия, Сахсен, есть Мидер, Сахсен разные. И есть организации, клубы, можно назвать местные клубы, в городах, в крупных деревнях. Они соединяют заводчиков, округ 10-15 километров. В этой части, Германии или Австрии, имеет каждый этот клуб свой номер. Здесь сидит Лазар, он знает, в Германии привезут кролика. А если заводчик 20 лет выставляет хороших кроликов, все судья знают, что в этой породе, с этим правым ухом, это кролики этого заводчика. Австрийцы, они на европейских выставках очень были против германским в этом. В Австрии они такие недоверяющие люди. Они привозят кролика на выставку. Таким маркером черным это перепишут и посадят кролика. Это и не держит. Итак, я в этом году организировал неделю назад, после 27 лет, снова первую выставку, которую называем Интерканин. Это международное соревнование стран Средней Европы. где из каждой страны привезли 15 четырехчленных коллекций кроликов. И мы им наклеили это, как левкоплазм на нашем называется. Вы видите? Что я полною здесь, так и пласт. И на этом нарисовали номер клетки. И через эти уши, чтобы никто не знал, в какой стране этот кролик, это держало. Хорошо держало это. Там написали, нарисовали номер клетки. И чтобы было это судейство, эта экспертиза максимально объективная, у нас было пять судей из пяти стран. И как сидели кролики в этих клетках, судья судил. Первого, шестого, каждого пятого кролика. Если бы он и помнил, с нашей стороны мы привезли такую породу, как никто, он может какую-нибудь протекцию сделать про одного кролика. Это максимально объективная экспертиза, какая может быть. Про этот тип, где номер хозяйства или какой-нибудь такой номер, я против этой системы. Мне очень не нравится. Я сужу на европейских выставках с шестого года на всех. Я судил с 2006 года. И я вижу там 80% кроликов из Германии, только процентов и экспертов. А если я хочу поставить 97 баллов, я должен там нас судить 90 этих экспертов. Мы определены в 8-9 групп. И если я хочу это поставить, я подойду к этому своему шефу такому. И он должен быть согласен. А если он германский, он первое смотрит ухо. Если кролик германский, да, согласен. Если не германский, он будет, а там такая ошибка. Если я достаточно твердый, я не уступлю. Но некоторые там будут полчаса тратить. Нам нужно много кроликов отсудить. Хотя 96,5 положить. Но первое место на европейских выставках только эти седьморки и вище занимают. Там уже нету шанса. Про это я говорю. В России поставьте себе одну систему. По-моему, эта система самая такая, не тяжелая, такая простая. И нужно в разных регионах остановить человека, который будет этим регистратором. Сделать ему племенные книги. Там это несложно. Их можно покупать у нас в Германии, в разных странах. Можно покупать и делать регистрацию. Уже лучше. Я видел, что с этих кроликов, которых я вчера судил, выше 80% имело какое-нибудь клеймо. Но разные системы. В этом европейских странах есть официальные системы. Так, я бы просил, чтобы в России тоже была одна, или есть по степеням уровня селекции, может быть и другая. Но такая система. И все, чтобы так клеймили. Я здесь показал, как должны эти буквы сидеть, потому что один человек там много кроликов первый раз клеймил. Я ему там написал, не снял, были за это, что эти буквы стояли на голове, наоборот. Так, как вы видите этого кролика, вы читаете. Здесь вниз и здесь вверх. Здесь тоже так. Вы здесь указали предложение. РУ, да? Потом идет месяц. Да. И год. Но у нас в России есть регионы, они под нумерацией. Да, это здесь, в правом. То есть в другом ухе вы пишете название региона, получается, да? И номер кролика этой племенной книги, этого региона. Вы понимаете, у нас таких еще книг. Но нужно эту систему. Вот давайте я что хочу предложить. Посмотрите, у нас РУ, да? Я бы впереди поставила буква У, это Уральский регион. У, Урал, Россия. Так, здесь левое ухо лучше оставить для страны, месяца, рождения и года. Левое, это все. Левое, смотри. Россия, но если мы поставим сюда впереди У, Урал, Россия и дальше месяц, год. Это очень важно. Для чего? А потому что... Есть регион, в правом ухе можно номер поставить или марк? Нет. В правом ухе может быть... Или сюда. Нет, вы не поняли. Вот Урал, мы пишем Уральский регион, понимаешь? И уже мы знаем, что вот этот кролик с нашего Уральского региона. А мы не хочем это знать. Не надо? Нет, при экспертизе мы не хочем знать, откуда кролик. Или 96, понимаете? У вас для Уральского регионального округа есть два номера. У вас как на машинах есть там, у вас класс 78 или так? Да, очень много. Нет, я в том плане говорю, что вот смотрите, вот мы с вами занимаемся, мы вам рассказываем, как надо. Значит, вы уже, вот посмотрите, с каждым годом у нас кролики становятся лучше. Вы согласны? Вот, потому что вы уже более грамотно подходите к отбору того, что вы получили. Значит, если мы ставим каким-то образом на кроликах наш Уральский регион, те, кто поехали, я не знаю, на Украину или еще в Казахстан, ну, в какой-то, в Сибирь, они будут ставить, пускай, свой, как машинный номер другого региона. Потому что, во-первых, с одной стороны на кроликах влияет селекция, да, а с другой стороны, хотите, не хотите, все равно влияет и, ну, будем наша экология говорить, все равно влияет экология. Вот я проводила занятия последний раз со своими студентами, специально повезла показать, как не надо выращивать кроликов, и что происходит, если мы им создаем невыносимые, нечеловеческие условия. Нет, ну, с чем связаны Уральские регионы и... Судья недоволен. Представьте, что из Барнаула приедет один только кролик, и судья сразу будет знать, чей кролик. Если на выставке в любой стране Европы найдет судья кролика одной регистрации, одной марок, оба эти кролики выбросятся из выставки. Поэтому нужно, должно быть, чтобы был какой-нибудь центр. По-моему, самая такая крепкая организация здесь, в Екатеринбурге, здесь центр. А вы договоритесь, если будет марка региона или номер региона, это будет, а точно там, в этом регионе поставится человек, регистратор, и он будет по породам не одно. Если будет в правом уху Урал, Москва, Петербург, Новосибирск, или что может быть, и эти марки. Мне марки не нравятся, что они помнятся. А потом судья будет протекцию делать в Екатеринбурге для уральских, против этих, а это нехорошо. Не надо, да? Лучше поставить номер этих. Я не знаю, если будет один Екатеринбург или столица Москва, это мне все равно. Вы должны договориться в этом обществе. Но все клеймить однако. Окончил годы периода. Система, система. То есть принцип клеймения должен быть... Так, и центрального этого, не знаю, ряда, как это, менеджменту этого. С одного места, а то, что там на собрании договориться, должно быть для всех дисциплин. Дисциплина. И потом и для своих пород, по образцу стандарта европейского, сделать стандарты своих пород. Жалко, мне очень не нравится, что такой страшный кролик с этими костями, Антонович, получит выше баллов, чем эти по анатомии, по окрасу лучше. Как поставить 98 баллов такому страшному кролику? Я не понимаю, абсолютно. И я езжу, начал ездить в Петербург, может быть, 12 или сколько лет, более давно. Там они делали свою работу. В Москве были два центра, там делали против себя. Но когда здесь началось в Екатеринбурге, мне понравилось, что есть хорошая крупная выставка, есть и сила, и чувство сделать какую-нибудь систему для России. Есть шанс, чтобы Россия снова по кроликам вступила в Европейский Союз. Она уже в прошлом была, это окончилось, там не оплачивали, никто не работал, никто не приходил на школу экспертов, но это может снова вернуться. Но первое должно быть, это система, центр и все, чтобы работали под эту систему. Я уже давно сказал, это клеймить там название питомника, вы знаете, о ком говорю, это неправильно. Что там, и нарисовать ему на спину какую-нибудь рекламу или триколор, или что-то, нет. Его нужно идентифицировать. Если он Иван Иванович Иванов из Сибирска или из Петербурга, это одно. Хватит там эти номера, чтобы там не было имя, буквы, это легче помнить, чем эти номеры.